Открывай нови светы в Слот-Сити. Эти вот страшилки, которые они напридумывали, постоянно их тиражируют. Но наша готовность к переговорам, она не только каждый раз, когда президент этой темы касается украинской, подтверждается им лично на высшем уровне и объясняет, на какой основе мы будем готовы это делать, на основе признания всеми реальностей, которые сложились, включая реальность поправок в Российскую Конституцию. Но не только на словах, на деле, мы же в Стамбуле действительно, об этом тоже уже всем многократно говорилось и все это помнят, мы были в шаге от того, чтобы парафированный документ подписать и тем самым закончить специальную военную операцию, как сейчас признают спонсоры Украины, на очень выгодных для Украины условиях. Это на самом деле, ну и наши политологи тоже об этом говорят. Я с этим согласен. И теперь уже понятно, что тот случай был последний раз, когда российское руководство решило, вопреки многочисленным предыдущим обманам со стороны Запада, решило все-таки поверить и проявить добрую волю. Опять обманули, опять заставили воевать. Действительно, у нас и денежное удовольствие, и на случай, который участвует в зоне СВО, и всевозможные выплаты, они сегодня подняли планку минимум до 200 тысяч рублей. А в принципе, люди получают там и гораздо больше. Но жизнь не сводится только к денежным выплатам и денежному удовольствию. И нам тут есть еще над чем работать. Отмечу только некоторые вещи. Это касается и выплат на обеспечение жильем, связанное с обеспечением участников СВО жильем. Это касается выплат гражданского персонала в воинских частях. Это касается особенно медицинского обслуживания. Я считаю, абсолютно непорядок, когда участники СВО, которые приезжают в отпуск, гоняют из гражданских медицинских учреждений, отправляют в госпиталі, которые часто просто перепомнены. СОЦИАЛЬНЫЙ мережі для росіян СОЦИАЛЬНЫЙ мережі Донецкий магазинчик. Медведь сидит на Искандере. Вот так вот. Вы кого собрались победить, а? Живите с этим, как хотите. И следом за громкими перестановками в руководстве Министерства обороны Российской Федерации, напомню, на смену многолетнему и бессменному министру Сергею Шойгу пришел Андрей Белоусов, человек, не имеющий никакого опыта в управлении большими министерствами, тем более военными, но считающийся технократом и экономистом, и имеющий особое доверие со стороны диктатора Путина, теперь будет руководить Министерством обороны РФ. Как долго? Этот ключевой вопрос сегодня задают себе многие люди в погонах российской армии, тем более, что чистки в главном силовом блоке по-прежнему продолжаются. Сегодня был арестован начальник управления кадром Министерства обороны России, генерал Юрий Кузнецов. У него нашли 100 миллионов рублей. Это только начало раскручиваемого, скажем так, кубла, за которым стоит не только бывший министр Сергей Шойгу, но и интересы многих других влиятельных людей, в частности Юрия Ковальчука. Также продолжаются расследования в отношении ранее арестованного зама Шойгу Тимура Иванова. Появились новые дополнительные подробности, о которых пишет издание The Insider. Глава украинской военной разведки генерал Кирилл Буданов дал большое интервью американскому изданию The New York Times, в котором рассказал о критической ситуации в Харьковской области. Позднее, правда, он заявил о том, что ситуация не настолько плохая. И уже появились определенные признаки того, что начинается стабилизация фронта. Блумберг пишет о причинах отставки Шойгу. Они связаны, в первую очередь, с коррупцией и неспособностью эффективно вести войну. Путин назначил новых советников. Им стал человек главы Росгвардии Золотова Дюмин, а также бывший секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. Это отставка, немилость или, наоборот, повышение для человека, считающегося вторым лицом в российской иерархии. Китайские банки отказываются проводить платежи за товары, которые перевозятся по железной дороге с территории Российской Федерации. И, наконец, госсекретарь США Антони Блинкин прибыл с визитом, сюрпризом в Киев сегодня утром. Об этом, друзья, поговорим далее. Итак, раскручивается клубок. Следом за Тимуром Ивановым арестован генерал Юрий Кузнецов, возглавлявший управление кадром Министерства обороны. При обыске у него были найдены 100 миллионов рублей. Также другие ценности сообщаются о том, что обвинение касается периода 2021-2023 годов, когда Кузнецов, которого подразвивают в получении взятки в особо крупном размере и возглавлял восьмое управление генштаба вооруженных сил РФ. Оно занимается вопросами защиты государственной тайны. Получил взятку от неких представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. Других подробностей не приводится. При обыске найдены более 100 миллионов рублей, предметы роскоши, золотые монеты, также коллекционные часы. Сообщается, что его арестовали после допроса другого фигуранта дела, который дал признательное показание на генерала. В деле ожидается появление новой фигуры. То есть репрессии на Москве начинают раскручиваться. Ему грозит по статье 6, части 6 статьи 290 Криминального кодекса от 8 до 15 лет лишения свободы. Размер пакета составляет 61 миллиард долларов. Законопроект предусматривает 8 миллиардов экономической помощи Украине. В тексте документ прямо сказано, что США обязаны предоставить Киеву дальнобойные ракеты Атакмс. Это серьезное оружие. Те самые ракеты, которыми Украина накануне ударила по нашему военному аэродрому. Джан Коя убеждал в этой связи республиканцев проголосовать быстро и положительно. Лично глава Пентагона Остин. Палат представителя министра обороны США опять пугал Путина. Сказал, что если США не поможет Киеву, то сдерживать российские войска надо будет в Прибалтике и Польше. Продолжение следует...